короче не удержался я решил снять красоты австрия так в австрии поднимаемся типа перевальчик туговато туговато мы идем я хочу заехать а вот Конечно, ты пустой, ты прёшь. Справа знак, сколько градусов температуры и какой длины туннель будет. Это 3,5 километра. Туннель. Втрачено, GTS сигнал. Понятно, что втрачено. Такая, она дальнобойная. Это романтика дальнобойная. Или как я там сказал уже. Ну, тут такое не очень освещение предыдущих двух. Классное. Ну, как бы везде по-разному. В каждом вот этом туннельчике. Как бы по-разному освещение. Ну, в горах ещё снега, как говорится, хватает. Вот я на прошлой неделе ехал. Это снега было как бы и возле дороги по колено. Такие дела. Шеф сказал ещё недельку-две поездишь на Австрию, потом будем тебя уже куда-то дальше засылать. А то и правильно. А то я так, получается, в Австрии сутки провожу короткие трассы. Как-то неинтересно пока. Ну, первый месяц хотя бы. Хоть как-нибудь. Вот. Уже как бы виднеется выезд. Ну, на камеру немного совсем по-другому будет. Глазами своими вы видите, это, конечно, поярче. Вот там электричка едет, тоже горная такая. Ну, много-много посёлков. Получается, вот этот туннель 1850 метров. Тут скоро 60 нарисованы. Надо скидывать. Потому что что-то походу ремонтируют. На прошлой неделе я как бы был и ничего. Видите, тут уже другое освещение. Втрачено GPS-сигнал. Так же, едем потихонечку. В этот раз загружался на той же самой фирме. Но только загрузил я там машину и три палета, короче. Закинули в прицеп. Потом заехал на Чехию ещё. В Чехии, конечно, четыре палета. Две... Две тонны с половиной почти. Две семьсот восемьдесят, если быть точнее. Короче, там вёдра с краской какой-то. Два палета. Потом палет, походу, или гипса, или шпаклёвки. И ещё какие-то две трубы. Выпили вот там асфальт. Домики тоже классные. Такой вид. Сейчас следующий. Это два километра пятьсот сорок четыре метра. Тоннельчик. Тут уже просто с правой стороны внизу тут после дороги красненькие огоньки светят и с другой беленькие. А в той, где заезжали, где ремонт проводили, получается моргали. Тут можно сотню, короче, топить. Ну, я сотню тут не еду. Ну, что-то подъёмчик, то спуск. Короче, на круизи семьдесят шесть выставил там. Ну, а машину сборки может нагнать там, ну, ещё плюс восемь-девять километров нагонять. Так, что где-то восемьдесят будет восемьдесят пять. Потом восемьдесят четыре. Круиз на семьдесят шесть уже начинает, получается, тормозить. Лететь тут нечего. Я тут пару сантиметров туда, пару туда и шоу. Не натворил беды, как говорится. Тише едешь, дальше будешь. Ну, правда быть от того места, куда едешь. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Ну, ничего. Не знаю, как качество, конечно, будет. Ну, так-то должно быть хорошо. Расходик на литрушечку у меня увеличился по этим перевальчикам, подъёмчикам. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну, ничего, обратно будем ехать. Тут помежгор строятся люди. Паркинг вот нарисовано, вот это справа. Табличка. Строятся люди. Посёлков тут, ну, хватает. Ну, в Австрии, я так понял, два таких основных города. Крупных, как бы, Вена и Град. Ну, вся Австрия практически такая горная, как бы. Что-то у меня навигация выключилась. Вот он на одном навигаторе. Одно место выгрузки, как бы, пометил. На другом, получается, другое место выгрузки. На следующем повороте поверните, на следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте проложить. Готовьтесь к правому повороту через 640 метров. Сейчас раздуплится. Сейчас раздуплится. Готовьтесь к правому повороту через 590 метров. Вот так, город. Город на городе, короче, город за городом. Опять вот этот тоннель. Через 300 метров поверните направо. Этот короткий. А, нет. 2 километра 135 метров. Через 50 метров поверните направо. Перепроложить. Готовьтесь к правому повороту через 580 метров. Перепроложить. Перепроложить. Втрачено джиге ссылом. Проедение 39 километров. Проедем. 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 Так что решил поехать. Ну как решил. У меня просто по этой. В прошлый раз я ехал. Вообще по другой дороге я должен был ехать. То есть если со стороны Ингрии. В сторону. Этого самого. Ну Италии туда, короче. То по левой стороне. Я должен был ехать. А я поехал по этой. Чисто так. Ну как навигация выбила. Что короче. А в этот раз у меня просто выгрузка по этой дороге. Еще 30 километров осталось до выгрузки. В прошлый раз. Так как первый раз ехал по дороге. Не снимал. В этот раз решил. Думаю. Немного сниму. Ну и не 24 их там было. Чуть меньше получается. Ну там дальше еще под градцами этих. Я себе там считал, 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 считал. Ну короче. Много я этих подземных. Проехал. Даже вверху на горе. Вот эти ветра дует. Электричество вырабатывает. Классно. Вот даже там. Как они туда добираются. И даже туда есть дорога асфальтированная. Причем. Я обалдевший. Честно. Вот фиг знает где на горе там находятся домики. И туда даже дорога под легковую машину и то асфальтированная. Нормально. Но на камеру точно видно не будет. Как бы. Что там асфальт включает. А вот так глазами видно. Еще один. Чей ты будешь? С Австрии. Дядька. Ну они тут как местные уже летают. Я летать не буду. В принципе я сильно не тороплюсь. Из-за забора конечно не видно там. Что там. Дальше. Еще недельку буду вторую ездить здесь. Здесь. По Австрии. Да ну и. Ну тоже там. Скали стоят такие. Или карьера у них там. Или фиг его значит там. Не, ну дорога тут, конечно, классная. Я тут встретился на ческо-австрийской границе с украинцем. Фирмы там, по-моему, ну соки возят, я не помню, как точно. На Google S, по-моему, фирма называется. Ну, у них в Украине только евро пятый машины, евро четвертый, по-моему, еще какая-то фигня, честно. Да что к нам, типа, не пришел на Украину работать, те же деньги, типа, по сути, получается, что ты в Польше здесь будешь получать. Говорю, и что вам платят там, типа, по-моему, там от гривны 50 до 20 за километр. Ну и плюс суточный, по-моему, там раньше было 6 евро, а сейчас 15 евро. Платят им. Говорит, просто, что хорошо, что, как бы, заезжаешь на Украину, можно те же сигареты купить. Вот тут ретро-автомобильчики, покажи, салончик такой. Не знаю, видно оно, не видно. Так что... И, говорит, есть и в Польше у них, но они соки перевозят в основном. Ну, вот это Конститенция, или как она там называется, фигур знает, короче. Потом разбавляют. Говорит, раньше на Россию возили, а сейчас продают на Австрию. А получается, австрийцы продают россиянам на ЖЖСОК. Вот к чему все это. Ну, мутки, 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 еще раз мутки. Наш сок можно было продать напрямую, допустим, на Россию, потому что понятно, что будут покупать тот сок, если пол Европы наш сок покупает с Украины. Сады, яблоки, все у нас хорошо, как бы, с этим. И они, якобы, о, озеро, там такое приходное, не видно все. Сады, якобы, сок продали на Австрию. За Австрию сок продают только два раза дороже на Россию. Ну, а бумаги пропускают, якобы машина едет с Австрии. Ну, как-то такую мутку делают. Ну, естественно, это все упирается в бабло. А плотит это бабло, естественно, потребитель. То есть, ну, народ мы и плотим. Так, что-то такие дела. Сейчас уже будет. Ну, этот, короткий, 275 метров. Под горочку тяжеловато. Машинки. Перепроложить. На следующем повороте поверните направо. Через 400 метров поверните налево. Раздупляйся, раздупляйся. Право-лево. Право-лево. Вообще, там, в долине, наверху смотришь, там, не приблизить мне сейчас. Как они туда добираются? Конечно. Не, ну, я видел в прошлый раз, как с них внедорожников как бы хватает тут. И едет вот это по асфальту. По асфальту. Хотя и асфальт туда, как бы, ну, насколько я видел, вверху, на самый верх, циркушки такие пролаживают асфальт. С Artemis, до 50 тысяч за километров. Ну, едет, от dużo на внедорожнике и шипы такие, слышно, как они... 220 до 130 тысяч each. Короче, шипят. Про ижи species всё такое, что другая Плэкフ 1 х, Черный п Ridclin 형omm operóf 2. Province Классненько. Конечно. Леса, леса, горы. Все поселки по всей Австрии раскидывали. Два города таких, масштабных, по всей Австрии. Будка такая, если сломался, там можно пойти СОС вызвать. И зимой, типа, согреться, там можно позвонить в службу спасения, если что-то случилось, короче. Вот там Фихио знает, где вверху там дома стоят. Там еще чуть дальше будет с речкой как-то. Вместе едешь вот так. То она справа, то слева, то справа. Не знаю, так уже много, наверное, по времени. Кто будет смотреть и кто не будет. Хорошо, да-да. Потом еще что-то сниму.